Друзья, всем привет! Знакомьтесь, кого я вам сегодня привел. Это Mazda 3, рестайлинговая версия 2008 год. Пробег на данном автомобиле 182 тысячи километров. Двухлитровый мотор, стоит под капотом шестиступенчатая коробка передач. Комплектация называлась Sport. Вот этот автомобиль человек купил в 2008 году за 650 тысяч рублей. Вот такие цены были тогда. И уверен, многие скажут, блин, вот раньше ценничек-то был. Новая тачка, японская сборка. Я вам сейчас кратенько расскажу и напомню про этот автомобиль, потому что многие из вас с ним знакомы. Наверняка кто-то владел, сейчас скажет, опа, у меня была такая же. После этого мы пригласим владельца в кадр и пообщаемся с ним, который купил в 2008 году и по сей день ездит на автомобиле. То бишь, знает про машину все. В общем, присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Это первое поколение рестайлинг. Пришел он на смену 323 Mazda. Друзья, давайте я вам напомню. По состоянию автомобиля и вообще по укомплектованности, что мы имеем? В нашем случае идет ближний цвет ксеноновый, противотуманочки у нас галоген, дальний цвет у нас тоже галоген. Естественно, у нас есть омывайки. В целом, вот если сегодня посмотреть на автомобиль, выскажите ваше мнение. Вот я вам показываю по кругу, так с некоторых ракурсов, как вам машинка. На мой взгляд, она действительно сегодня актуальна. Но на нее смотришь, но ты понимаешь, что это чисто японец. Он тебе не напоминает какого-то немца, какого-то китайца. То есть ты смотришь на него и думаешь, вот она, Mazda. То есть вспомнить, сегодня корейский автомобиль, японцы те же самые Toyota делают тачку, она напоминает что-то. Покупаешь корейц, допустим, та же самая Kia K900, все уже говорят, что вот это Mercedes, это Audi. В общем, какая-то помесь получается здесь же, какая-то присутствует индивидуальность. И забегая наперед, я вам скажу, что если вы сегодня начнете искать этот автомобиль от 2008 года, к примеру, от первого владельца, по нашей стране их продается достаточно много. И в среднем ценник такого автомобиля 350 тысяч рублей. Естественно, в каком он будет состоянии, это кот в мешке. Для чего я вам это рассказываю? Вот эти машины, как вот, да, рабочая лошадка, то есть вот нужно передвигаться, есть там у тебя в кармане 350-400 тысяч. Вот, как вариант рассмотреть. Как вы видите, капот автомобиля затянут пленкой, зеркала тоже. Автомобиль ухоженный реально по состоянию. Естественно, годы берут свое. Если сейчас пыхать вокруг автомобиля, конечно же, вы увидите сколы. То есть на арках сзади есть небольшое гниение. Это характерная болезнь автомобиля. Но в целом, если за ним ухаживать, кузов будет в достойном состоянии. На мой взгляд, состояние реально очень хорошее. Опять-таки, вот смотрите, да, нет упора капота. Вот я вам периодически говорю то, что вот есть сайт упор капота.ру, вы мне некоторые, ой, реклама, друзья. Ты его можешь реально поставить сам. Заказываешь у них, он тебе приезжает, там цена вопроса порядка 2000 рублей, доставка по всей России. Факт в том, что действительно удобно. Открыл капотик, установил его. Установка занимает, ну, примерно 15-20 минут, если следует инструкции. То есть это удобно, это недорого. На будущее ты сможешь комфортнее взаимодействовать со своим автомобилем. Опять-таки, жидкость омывающую залить. На них ссылочку оставлю в описании, промокод есть, воспользовались, скидка прилетела, упор прилетит вам прямо домой. Ну, реально полезная вещь. Двухлитровый мотор, 150 сил, 187 крутящего момента. Этот мотор построен на базе мотора 1,8 объем литров. Здесь просто увеличены цилиндры в диаметре. Сам по себе мотор ставился также на автомобиле марки Ford. То есть тогда была Mazda плюс Ford, они взаимодействовали. То есть этот автомобиль был на тройке, на пятерке, на шестерке. Также он встречался на Mondeo, он встречался на C-Max, S-Max. И в целом, вот если сегодня мы запрыгнем в интернет, начнем читать за него отзывы, у мотора оценка 4 балла. То есть действительно хороший мотор, надежный. Опять-таки, сам производитель дает ресурс этому мотору 350 тысяч километров. Я не хочу просто повторяться, рассказывать вам о том, что при должном уходе, если вы регулярно будете делать ТО, лить хорошее масло, следить за мотором, правильно, аккуратно эксплуатируете автомобиль, в таком случае вы сможете проехать 400-450 тысяч километров. Об этом говорят люди, об этом говорят цифры. Все это есть в открытом доступе, потому что автомобиль по России катается давно. У него есть характерные болячки, так, например, также здесь нужно следить за цепью ресурсу цепи примерно 200-250 тысяч километров. В нашем случае пока что никаких предпосылок на это нет. Встречались проблемы, насколько я помню, с термостатом. То есть он выходил из строя, либо мотор не прогревался, либо, наоборот, он перегревался. Следить нужно за клапанами. В общем, все, что есть, это на самом деле на сегодняшний день, с точки зрения содержания какого-то ремонта мелкого, это все стоит копейки. Опять-таки, повторюсь, ты приходишь, допустим, у тебя там есть 500 тысяч рублей. Ты думаешь, что себе купить? Взял за 350 сотку, ты вложил в машину во все, как вот там мы делали обработку антикоррозии, кто бы там что ни говорил из вас, кузов обработать, все масла поменять, жидкости, машина у тебя будет живая, то есть ты сядешь, все, машинка поскакала. Японец, подчеркиваю, атмосферник, работает он в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. То есть к механике какие могут быть вопросы, за исключением только одного, что как ты будешь эксплуатировать его в городе в условиях того, что постоянные пробки. Сальник распредвала выходит из строя, то есть, в общем, чего-то такого прям глобального, за что тут нужно бояться, но действительно нету. Человек меняет масло раз в 7 тысяч, а действительно за машиной следит. Вес автомобиля примерно тонна 350, условно, вот плюс-минус такие цифры. Разгоняется он по паспорту 9,1 секунды. Значит, вопрос чиповки. Многие же покупают парни, молодые, думают, сейчас мы сделаем из него пушку-гонку. Можно попробовать, но, понимаете, геморрой полный. То есть просто там какую-то прошивку залить на атмосферный мотор, даже нет смысла это обсуждать. Сами прекрасно знаете, эффекта будет 0,010. Ну, 0,010. Нужно переделать выхлоп, в общем, нужно машину дорабатывать. Хотите, изучайте, возможности такие есть. Друзья, то есть, сами видите, по состоянию, в целом, все вот для своих лет, реально хорошее состояние. Клиренс у автомобиля порядка там 140-150 миллиметров. Сама по себе машинка невысокая, но в тот же самый момент она не длинная. Вот запарковаться в городе, вы посмотрите сами, то есть просвет, ну, достаточно. Естественно, когда будет зимнее время, если ты куда заедешь, это будет, возможно, дискомфортнее. Тут больше все зависит от твоего города, эксплуатации и так далее. Значимая часть деталей подходит от Ford. Здесь даже подвеска полностью фордовская, задняя. В целом, по состоянию, да, но ты берешь автомобиль, открываешь, ты чувствуешь, что это японец. Естественно, легкие двери. То есть, по укомплектованности автомобиля мы поговорим чуть позже. Обходя автомобиль по кругу, ну, 55 литров бак. Чего-то прямо такого рассказать изысканного про нее сегодня, ну, естественно, нельзя. Но с точки зрения вторички, с точки зрения того, что по России люди там ищут автомобиль, хотят найти что-то побюджетней, но надежное, чтобы не вкладываться в ремонт, вот вам, пожалуйста, вариант. Багажник тоже, в принципе, достойный. При этом еще и сидения задние складываются. Поэтому, знаете, каких-то там нареканий к нему быть не может. Опять-таки, я все время отмечаю, что вы посмотрите сами по состоянию багажника. Все чистенько, аккуратненько, все разложено. Это о чем-то да говорит. То есть, когда вы приезжаете покупать автомобиль, зашли, посмотрели просто, ага, ухоженно. Соответственно, что? Соответственно, есть смысл присматриваться. Выхлоп он здесь маленько под себя доработал. Давайте мы сперва пообщаемся с владельцем автомобиля, после этого присядем, посмотрим, что нас там встречают по интерьеру, по укомплектованности и продолжим. Знакомьтесь, парни, Дмитрий, Димон, здорово! Дима, привет! Спасибо тебе огромное, что ты приехал на своей ласточке рассказать, показать друзьям, ребятам нашим. Первый вопрос. Вот, Димон, ты купил ее в 2008 году. Давай кратенько. Из чего выбирал? Какие машины тогда смотрел? Тогда были актуальные Ford Focus 2, Mitsubishi Lancer, еще девятого поколения. И, собственно, между Маздой. Три выбора было, остановился на Мазде. Вот помнишь, плюс-минус ценник был 650, и на остальные автомобили плюс-минус то же самое было тогда, вот за подобную комплектацию? Ну, Ford чуть дешевле двухлитровый стоил, насколько я помню. Но там было, может, тысяча на 50 дешевле. Вот. Еще, правда, Civic был вспомнил, но почему-то отпал. Покупал за наличие на расчет? Да. 11 лет в июле будет. Так, владеешь, давай вспомним в цифрах. Вот людей всегда больше всего интересует надежность. Вот что происходило с автомобилем? Можешь так вот зажимая пальцы, так сказать, рассказать, что с ним было помимо планового обслуживания? То, что ты масло менял, это понятно. То, что ты колодка менял, это понятно. Что делал по машине? Помимо замены масел, колодок, соответственно, ступичные подшипники по кругу менял раза два. Так. Амортизаторы по кругу менял раза два. Так. Передние тормозные диски менял два раза. Задние, насколько я помню, стоят еще родные. Резину летнюю. Резина, это уже у меня третья резина, свежая. Зимняя два раза, два сезона. Кузов защищал антикоррозийной обработкой. Сделал антикоррозийную по кузову. Смотри, он тебя нигде особо так не гниет. Что ты, может, натирал или что ты с ней делал? Дим, ну, залог сохранности кузова я делал защитную полировку каждый год. Это либо стекло жидкое, либо эпоксидка. Каждый год. Постоянно содержал машину в чистоте. Синоновые лампы я уже менял. Светят достаточно хорошо, не напрягают. Туманки у меня не трескались. Здесь на спорте стекло достаточно толстое. В отличие от версии, ну, с 1.6, там более слабые стекла не трескались. Они целые, они родные. По поводу мотора. То есть, в целом, твои отзывы, какие-то нарекания на мотор были? Что-то ломалось? Вот по гарантии, может, не меняли какие-то болячки были? Менял термостат, менял клапанную крышку, свечи. Какой расход реальный в городе по Москве? Смешанный, около 9 литров. А чисто город с пробками? Не больше 10. Трасса? Около 7 литров. Вот по клиренсу, какие-то нарекания у тебя есть на автомобиль? То есть, зимой тебе эксплуатация как? Удобно, неудобно? Есть на что пожаловаться? Жаловаться особо не на что. Самый показатель, это, соответственно, вот, пожалуйста, передние брызговики. Они все целые. То есть, я их не менял, они родные. Это не брызговики, а отбойники. Отбойники, да. То есть, меня не напрягает. В принципе, на какой-то небольшой бордюр заехать можно. Садился на машине день и зимой? Застревал? Конечно, бывало. Застревал. Регулярно? Главное, нет, не регулярно. Надо ездить аккуратно. И выбираться из сугроба тоже нужно с умом. На многих автомобилях я ездил. У товарища достаточно много машин. Мы ездим на дальние расстояния, машинами меняемся. У меня есть опыт владения разными автомобилями. И что могу сказать, что по управляемости вот этот автомобиль превосходит достаточно много автомобилей данного класса. Окей, но Мазда этим славится. Хорошо. Но ты можешь, как владелец, по-честному сказать, вот так вот покрути в голове, вспомни, за что ее можно поругать. То, что лакокрасочное покрытие, то, что машина сама по себе там легенькая. Это все ясно. Это мы одно и то же будем повторять. Есть вот то, что ты эксплуатировал, думаешь, блин, ну вот это вот тебя прям напрягает. У нее есть черта. Она не любит колейность. Она постоянно норовит из нее выпрыгнуть. Особенно, если ударишь по газам, нужно держать руль двумя руками. Это у нее фамильная черта. Шумка, да. Надоедает. Надоедает. Шум стоит. Я делал шумоизоляцию колесных арок. Стало лучше. Но, в принципе, я на этом остановился. Дубовенький пластик в салоне. Да, он выглядит аккуратно, но он реально дубовый. Скрипы, шумы по салону. Есть, когда ты передвигаешься по дороге? Немного, но есть. Которые напрягают, таких нет. А вот на сегодняшний день, в силу того, что автомобиль уже более 10 лет, там почти под 200 тысяч пробег, если выехать на проселочную дорогу, проехается, громыхает подвеска? Подвеска не громыхает, потому что я ее перебирал всю где-то 15 тысяч назад. То есть ты просто не стимишь? Она как новая, да. Димон, я знаю, что ты у нас женатый, что у тебя есть ребенок. Вот вам как семье передвигаться на машине удобно? Или все же все равно периодически мысли закрадываются о том, что, блин, вот бы машинку побольше? Или в целом хватает? У нас семья три человека, ребенок шести лет. Возим детское кресло. Ноги у него никуда не упираются. Вполне для такой семьи формат съездить на дачу. Съездить в магазин за продуктами. Багажник большой, проблем нет. Если семья будет больше, конечно, тогда это уже, наверное, не вариант. Пока меня автомобиль устраивает, соответственно, мысли менять на какой-то другой автомобиль, пока меня не посещают. На момент 2008 года машина считалась очень даже неплохо для своих денег укомплектована. 8 подушек безопасности. Стеклоподъемники все автоматические. Климат-контроль, ксеноновый свет. То есть, с точки зрения всяких таких мелочей, подсветка, еще что-то, все есть. Курсовая устойчивость, АБС, ЕБЦ. То есть, с точки зрения безопасности тоже все есть. При этом машинка собрана, хорошо рулится. Но на сегодняшний день, на 2019, конечно же, если мы посмотрим, что мы видим. Ни одного мультимедийного дисплея, никаких камер заднего вида, само собой, нет. Никаких там контроль безопасных зон. Подогрева руля, подогрева лобового. Это, к слову, о том, что вот периодически, знаешь, люди поднимают вопрос. Блин, вот раньше цены были. Раньше они были, да, ниже. Но при этом, посмотрите сами, машины раньше были и попроще укомплектованы. С одной стороны минус, а с другой стороны плюс. Подешевле ты купил, едешь, передвигаешься, кайфуешься. Но все равно люди привыкают к комфорту. Димон, тебя вообще что-то напрягает по салону. То есть, знаешь, чего-то тебе не хватает силы того, что на других машинках катаешь. Хотелось бы, чтобы там дисплейчик был, там, навигация, еще что-то. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы был дисплей побольше, тачскрин. Побольше, чем вот этот? Побольше, чем вот этот, да. На нем, в принципе, отображена дежурная информация по двигателю, радиостанции. Что-то требовать больше от этого автомобиля я не могу. Руль, что руль не перешиваешь? Задумываемся об этом, да. Планирую перешить, действительно, да, надо. Механика тебе, вот как, с точки зрения эксплуатации, 11 лет. Не болят ноги-то, вот, постоянно с ней? Колени, вот у меня почему-то колени болят уже? Ну, это дело привычки. Так как я на механике уже давно, то есть, она меня абсолютно не напрягает, даже в пробках. Какой вывод хочу я здесь сделать по салону, по автомобилю? За свои деньги, вот, если сегодня, подчеркиваю, найти его за 350, плюс я прям по максимуму закладываю, там, сотку вложить, ну, естественно, мы отталкиваемся от варианта такого, чтобы ты берешь, что от первого владельца нормальная машина будет живая, не так, что ты дрова купил. Вот, там, девчонки, не знаю, куда ты ездишь, там, не знаю, там, хотел сказать, в школу, блин, на работу, назад, самому, там, у ладони передвигаются. Ну, серьезно, на мой взгляд, как бы, плюсик есть в эту сторону. Покупать что-то более понтовое, зачем? Вот надежный автомобиль. Димон, слушай, обычно мы тестируем тачки, то, что я еду, катаюсь, катани ты меня, кружочек, я вот просто посижу с тобой рядом, а ты меня маленько прокатишь. Конечно, можно сказать, да, что, ну, машинка простенькая, это, естественно, ничего здесь нахваливать не собираюсь, но вот сидение, я сел комфортно, нога ушла, там, да, дальше, как пассажир, я сижу, получаю удовольствие, то есть напрягу у меня никакого нету, при этом по обзорности, ну, рассказывать вам что-то, знаете, новое, ну, нет никакого смысла, машина уже давным-давно всем известная. Отчего кайфуешь при управлении автомобилем? Управляемость отличная, острая очень машина, ведет себя уверенно при перестроениях, динамичная достаточно. Тяга хорошая? Тяга отличная, да. Вот механика, да, свои плюсы, это, конечно, блин, вообще, и нет никаких переживаний. Выбираешь себе нужную передачу и вперед. И нет никаких переживаний, правильно, то, что что-то там сломается, а если сломается, это не так дорого, сцепление вот если поменять. Да, сцепление не так дорого стоит, налогов много. Слушай, ну, вот ты так вот не думал, вот если задумаешься продавать, нифигасе, 11 лет ты с машиной, ну, жалко же будет, пипец, то есть уже реально часть тебя, 10 лет с тобой машина прожила. Ну, подбивает все равно, да, на агрессивную езду? Да, она подбивает на агрессивную езду, да, часто провоцируют другие участники движения. Ага. Вот. Я, конечно, не фанат светофорных гонок, но иногда, конечно, иногда хочется. И она может. И звук такой все равно от выхлопа, друзья, вот на ходу, под тяга, да, то есть все равно такое вот маленечко вот такое вот рычание есть. Конечно, в пределах разумного, это вам не АМГ какой-нибудь. То, что нравится, стоит дорого, я пока не потяну. Менять на что-то более свежее я не вижу смысла. Конец рабочего дня, все едут с работы, но тачка реально такая юркая, шустрая. И вот на самом деле, конечно, мы передвигаемся по хорошей, по ровной дороге, но все равно где-то какие-то там стыки, особо-то шума никакого нет по машине, реально. Подвеска исправна, вот, хорошо сбита, кстати, заметил, свечков не так много. Слушай, вот на самом деле сейчас в новой тачке садишь, сюда куда-то нажимаешь, вот сразу какой-то шум. Здесь, ну, понятное дело, то, что ты еще можешь быть ногой. Вот, видите, не нам сигналит. Спит она, сидит. Пока спала, блин, уже все, почти загорелся красный. Парни, ну, на самом деле, знаешь, вот в этих тачках есть какая-то своя душа. В новую машину садишься, да, кайф, конечно, новая тачка, ты там первый. Но вот так сел, знаешь, такое ощущение, как сегодня пятничный день, и мы летим на дачку, там сейчас шашлычки, пошлычки, все дела, там, мы с ребятами посидим, блин, кайф, конечно. То есть, не знаю, конечно, закрадывается вопрос в голову. Вот реально, да, раньше лучше-то делали. Раньше все попроще было с одной стороны, с другой стороны автомобиль был лучше. Опять-таки тот же самый ресурс по мотору, 350 тысяч, только по производителям заявлено. А сегодня вы зайдете, вот мы некоторые машины, там, те же самые корейские берем, 200 тысяч. Нифига себе, на 40% получается ресурс изначально уже меньше. Ты ножки втопить, если можно? Давай-давай, посмотрим. Вот с горочки смотри, оп, пошел, 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 пошел. Тормоза чуткие, тормоза родные, правильно? Ну, в смысле, какие-то там... Тормоза родные, 300 миллиметров спереди, 280 сзади. Все, и машинка не тяжелая, то есть, для своего веса тормоза вообще-то, все те, кто думают, что я там фанат Мазды, поэтому мы сегодня столько много слов добрых о ней сказали. Парни, за 350 тысяч, вот условно, это вполне отличный автомобиль для тех, кто присматривается на вторичку. Если вы считаете, что есть альтернативные варианты, пожалуйста, пишите ваши комментарии, все контакты со мной в описании. Пригоняйте также ваш автомобиль, покатаемся, послушаем, что расскажете о нем вы. Самое время сделать выводы, а выводы здесь простые, вы их, собственно, уже сами все услышали. 350 тысяч от первого владельца. В 2008 году купила человек автомобиль, мыслей даже продавать нет, ну, потому что, как говорится, такая корова нужна самому. Реально покатались, лежащий полицейский, ничего не дребезжит. Это не в сторону того, что Мазда, вот, смотри, какая крутая тачка, а в сторону того, что человек за ней ухаживает. То есть, он смотрит, вы сами видите, машинка реально в хорошем состоянии. Через камеру все это прекрасно видно. Поэтому делайте выводы, если вдруг кто-то из вас посматривает на вторичку с бюджетом до 500 тысяч рублей, пожалуйста, вам как вариант. Друзья, пишите ваше мнение в комментарии, подписывайтесь на наш канал, обязательно подписывайтесь на инстаграм нашего канала, потому что там всегда выходят только свежие новости. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, если вы хотите принять участие, пожалуйста, все контакты со мной в описании. До новых встреч, всем пока-пока.